Всем привет! На видео вы видите наш пруд в начале весны. Как сделать его самим есть ссылка в описании. Ну а сейчас поговорим о зимне-весеннем сезоне. Пруд мы сделали с использованием пленки ПВХ. Оно очень прочное и долговечное, однако зимой лед может двинуться. Чтобы пленка не повредилась, мы всегда с осени кидаем в пруд несколько пластиковых канистр. Наполняем их наполовину водой и хорошо закрываем. Размер пруда 7 на 4 примерно и 3-4 штук на такой пруд вполне достаточно. Они плавают по поверхности и возьмут часть давления льда на себя. Это позволяет уменьшить давление на стенки водоема. В нашем пруду живут и зимуют рыбы, а вот чтобы их зимовка прошла успешно, с осени включаем компрессор. Компрессор подойдет аквариумный, но он должен быть мощный, способный продуть толщу воды в полтора метра, ну и даже более, если возможно. Он висит на улице в сухом углу под крышей. От него идет трубка-воздуховод. Прямиком в пруд. На конце трубки рассекатель. Он позволяет разбить поступающий воздух на мелкие пузырьки, чтобы вода лучше насыщалась кислородом. Компрессор работает постоянно всю зиму, не выключаясь, что обеспечивает постоянную подачу воздуха. А пузырьки не дают полностью замерзнуть в водной глади, оставляя небольшую полынью. Даже если вам кажется, что ее не видно, под снегом купол, в котором вот эти пузырьки воздуха все время идут. То есть, если у вас есть рыба, это отличный вариант зимовки, потому что им обязательно нужен воздух. Прод искусственный, других поступлений кислорода не предвидится, а зимовка длинная. Подведу итог. Для уменьшения давления на стенки водоема используем пластиковые канистры. А для успешной зимовки рыб нужна зимовальная яма глубиной ниже промерзания грунта. Ну и если в пруду корма мало, то с сентября кормим рыб специальным гранулированным кормом с повышенным содержанием жира, чтобы рыбы успели отъесться к зимовке. Также вам понадобится компрессор подачи воздуха и трубка с рассекателем на конце. Компрессор должен работать всю зиму, не выключаясь, обеспечивая подачу кислорода рыбам. Удачной зимовки вашим дачным водоемам! Всем пока! До новых встреч на нашем канале!